Дом окнами в детство. Так назвали конкурс декоративно-прикладного искусства среди детей с ограниченными возможностями здоровья сами участники. Церемония награждений юных дарований прошла в библиотеке имени Толстого города Чебоксары. Валеные игрушки, сказочные герои из соломы, глиняные ангелочки и самодельная шахматная доска. Все эти поделки сделаны руками детей-инвалидов. 129 воспитанников коррекционных школ республики приняли участие в творческом состязании. Писер, вышивание, плетение, резьба по дереву, вырезание лобзиком, валяние, потом декупаж, аппликации. То есть, видите, направления были очень-очень-очень разные. Номинация «Библиотека моей мечты» – это работы, которые были посвящены именно нашей библиотеке в связи с тем, что наша библиотека исполнилась нынче 55 лет. Читать – значит творить. Эти работы были посвящены по произведениям любимых своих сказочных героев. Любимым сказочным героям посвятили свою работу Кристина и Таня. Добро всегда должно побеждать зло, считают девочки. Поэтому и конец у знакомой с детства сказки они изменили. Мне вообще эта сказка нравится тем, что все звери в ней дружелюбные, они с удовольствием делятся своим кровом. И, как вы заметили, медведь у нас там тоже маленький. Это сделано специально, чтобы он не разрушил, так сказать, дом, сказку. Декоративно-прикладное искусство не только приобщает детей к творчеству, но и развивает их когнитивные способности. Кроме того, большое количество работ – результат коллективного творчества. Таким образом дети приобретают навыки общения, столь необходимые им в будущем.